Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Сенкевич, я преподаватель китайской живописи, вот уже более 10 лет как занимаюсь этим, а стаж как художника в этой области уже более 30 лет, так что рад поделиться с вами своим опытом и сегодня для новичков устрою небольшой мастер-класс, ознакомительный мастер-класс. Мы с вами нарисуем один лишь цветок, цветок ириса, но на нем будет показано и рассказано в деталях, каждый лепесточек, листик, покажу технически как у нас проходят онлайн занятия и думаю что многие заинтересовавшиеся присоединятся к нам. Для начала, вообще этот видеоролик только для новичков, сразу скажу кто уже окунался в эту интересную область по названию китайская живопись Гу Хуа, я думаю что им это будет не интересно, а для новичков как ознакомительный очень даже. Нам нужны будут китайские кисти, для начала возьмите небольшие кисти, там длиной 5 сантиметров, средней жесткости или жесткие, мягкими я вообще предпочитаю не работать. Нам понадобятся вот такие краски, ну для начала можете приобрести, это Мэйбан, можете приобрести допустим в магазине Синий Феникс, краски Мариес или какие-то там Синьжу есть, ну и Мэйбан по вам тоже есть в продаже. И также китайская рисовая бумага, для начала вот эти, китайская тушь конечно же, жидкая. Также надо отметить о сорт бумаги, бумага Шэн, дело в том что ее три разновидности, основные существуют Шэн, Полушэн и Шу, бумага Шу. В данном случае для цветов и птиц, для стиля Си мы используем бумагу Шэн, обязательно спрашивайте в магазине, в том же Синий Феникс, чтобы она соответствовала стандарту какому-то. Для начала вот этих вот материалов будет в минимальном количестве вполне достаточно, потом будете по мере возможности приобретать. Ну что, давайте начнем урок. Итак, друзья, мы начинаем наш мастер-класс с технической части, как всегда. Я изначально показываю эскиз изображаемого цветка или птицы и показываю на черновой бумаге примерно модель. Смотрите, у нас будет ирис, цветок ириса. Из чего он состоит? Он состоит из шести основных лепестков. Из трех лепестков, которые направлены вниз. Примерно показываю. Я показываю ирис бородатый. Вы тоже можете себе зарисовать. Вот один лепесток. Он направлен прямо к нам. Два лепесточка по бокам. Между, как раз располагаются вот таким образом, между этих трех лепестков, еще три лепестка, но они идут наверх. Тянутся вверх. Соответственно, два мы видим хорошо. Сейчас я показываю центральные прожилки этих лепестков. Вот они сюда. Там, значит, вот этот лепесток у нас скрывает прицветник. Такое место, откуда... Вот сейчас я как бы это прозрачно сделал. Лепесток и вот идет ствол уже с бутоном. Вот характерно у этого вида ирисов. Такие вот махровые. Вверх и вниз спускающие лепестки. И, соответственно, третий лепесток, он будет виден за этими двумя. Только фрагментарно. Фрагменты его будут видны. Там еще есть такие покрывные пластины. Лопасти. Вот примерно так выглядит цветок ириса. Здесь корень язычка, он, как правило, всегда желтого цвета. Ну, у некоторых видов ирисов, каких-то других расцветок, там, темных, например, черных, это место не желтое. Мы сегодня нарисуем с вами только один цветок. Для понимания вообще, как работает кисть, сейчас покажу интересные приемы. Приемы именно владения кистью. Что нам надо знать? Для начала мы возьмем 5-сантиметровую кисть. Опустим ее в воду. Хорошо смочим. Отожмем окраин. И я покажу приемы вращения, которые используются именно вот в этих цветах. Смотрите. Вот основной, самый главный момент, который мы должны учитывать при изображении верхних лепестков. Вот мы видим центральную прожилку. Верх стоящего лепестка. Мы должны взять кисть, приложить и концом кисти, вращая кисть, идти вдоль этой центральной прожилки до самого верха. И тут приподнять кисть. То есть, как бы свести движение или линию на нет. То есть, это будет выглядеть вот так. Кисть вращается и вверху просто приподнимается. Вторая половинка этого же лепестка. То же самое. Кончик кисти движется вдоль. Вдоль центральной прожилки. То же самое делаем здесь. Вот таким образом. Вот. Вот этот край лепестка, он может быть спонтанным. Все зависит от кисти, от ее жесткости, от ее свойств, от ее длины. Понятно с этим. Кто-то говорит, что ирис изображать сложно. Ну, может быть, что-то в этом есть какая-то правда. Но, может быть, сложно того, как объяснять. Я довольно просто объясняю все это. Посмотрите еще. Вниз. Лепестки расположены и вниз. Мы опять делим каждый лепесточек пополам. И тоже совершаем вращательные движения. Но, в данном случае, кончик кисти будет идти вдоль края лепестка. Заполнили. Одну часть. Заполнили. Вторую часть. Остается пустое место. Как раз именно то место, которое должно быть заполнено желтым цветом. Вот. Это надо прежде, чем переходить к краскам, отработать. Можете взять немножечко краски. Сильно-сильно развести. Так, чтобы было более-менее видно. Но здесь мне очень хорошо видно. Даже вот на черной бумаге с помощью воды. То же самое и здесь. Мы вращаем. Это уже второй и третий лепесточек. И кисть. Приподнимаем. Кисточка идет. Кончик кисточки идет. По краешку лепестка. Раз. Это все. Все эти движения. Движения, которыми изображается бутон. Ствол. Вот такого рода. И также лист. Посмотрите внимательно. Давление отказано кисть. Сбрасываем давление. Опять. Нажимаем и получаем лист. Попробуйте проделать это много-много раз. Вот такие вот плавные движения. Не торопясь. В данном случае у нас бумага работает как прописи. Вечные прописи. Но если вы возьмете немного туши, будет неплохо. А теперь переходим к краскам и рисовой бумаге. Как я уже показал в начале занятия, краски мы будем использовать фирмой Мэйбан. И в данном случае будет для цветка ириса использовано совсем немного цветов. Вот в данном случае Краплак. Это номер 53. Мы выдавливаем размером где-то с горошину количество краски на краешек тарелки. Также возьмем фиолетовый цвет номер 47. И тоже немножко выдавливаем на край тарелки для того, чтобы было удобно работать уже в центре тарелки. Так. И немножко желтого цвета. Желтый цвет. СО25. Его надо чуть-чуть буквально. Вот так. Для работы нам понадобится рисовая бумага. Бумага Шен. Это для цветов и птиц. Она сильно впитывает влагу. Поэтому для новичков особо быть внимательными. Попрошу и всегда иметь под рукой салфетки или какую-то любую другую промокательную бумагу. Какие-то кусочки использованные, даже рисовые можно. Размер бумаги у нас будет 60 на 40. Но в данном случае у нас будет просто демонстрация одного всего цветка ириса. На котором вы для себя должны понять, насколько проста эта техника, насколько можно с ней играть, как вам вздумается, с краской. И использовать именно качество впитываемости этой бумаги именно в творческих целях. Как можно с этим обойтись еще в плане других каких-то тем, задумок и так далее. Вот смотрите внимательно. Сейчас я возьму кисточку 5-сантиметровую. И начну медленно-медленно разводить концентрированную краску по волокнам кисти. То есть она должна хорошо-хорошо разойтись. Вот я сейчас убираю, просто чтобы не накапать на лист бумаги с края. Вот так растянули. Теперь берем вторую краску. Можно на самом деле наносить даже 5 красок. Постепенно. И будет очень интересный цветовой градиент при этом. Это все зависит от цели. Все это мы будем изучать с вами на онлайн занятиях. Говорить о композиции, о цветах, о смешении цветов. Но сейчас просто демонстрация. Итак, мы начнем с нижнего лепесточка. Посмотрите, я уже говорил, что мы делим листик мысленно пополам. И с помощью вот этого метода вращения приподнимаем кисть. И вторая половинка. Промакиваем. Сразу берем кисточку с желтой краской. И вводим желтый цвет. Промакиваем. Далее чуть-чуть смачиваем в водичке кисть. И продолжаем. Тот же самый набор. Сначала в краплак, потом в фиолет. И смотрите движение кисти. Прикладываем кисть. И начинаем вращение. И кисть у нас идет куда? Именно в место, где у нас лепесток уже базируется. В бутон. Далее третий лепесток. Он прячется вот за этим. Желтая оборотка. И здесь. Далее. Лепесточки, идущие наверх. Так как ирисов больше не будет. Мы смываем с этой кисти краску. Как бы жалко не было. На самом деле, если изображается несколько ирисов, то работает несколько кистей. И мы возьмем белый цвет. Выдаем белило. Уже в другую тарелочку. И наберем белый цвет. Один из приемов китайской живописи. Интересен тем, что мы наносим на кисть, на основную кисть еще и дополнительный цвет. То есть, мы возьмем, смотрите, чуть-чуть выдавим голубой цвет. Он в Мейбоне 112. Буквально чуть-чуть. Вот так вот. Берем вторую кисточку. Поэтому я вам скажу, кистей, обращаясь к новичкам, кистей много не бывает. Приплетите три как минимум. Для начала. Посмотрите, наношу продольные линии голубым цветом. немножко набираю фиолетового. Так. И кончик кисти окунаю. Вот здесь смесь фиолетового и кроплака. Теперь смотрите, что я буду делать. Вращение. У нас есть центральные линии лепестков. и мы потянем вдоль них. Посмотрите, вот здесь окунаю кисть. Вот таким образом вращаю, 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 веду наверх. Вывел. Здесь же веду вторую половинку лепестка. Вывел. Промакиваю чистой салфеткой или бумагой. Так. Также второй лепесток. Ничего еще не не дополнял. Никаких красок. Просто продолжаю вращение. Так. Вижу, что чуть-чуть красочка вышла, но ничего страшного, нам хватит на этот лепесток. Вот таким образом. Там внутри, глубоко внутри имеются покрывные пластины и третий лепесток он от нас развернут таким образом, что мы его не видим. Да. Вот примерно таким образом можно изобразить сам цветок. что касается непосредственно стебля, бутонов, листьев, можем взять уже другие кисти и другие краски. Сейчас я все покажу. Посмотрите внимательно. Мы берем цвет 109, это зеленый, зимородковый. немножко выдавливаем. Берем вот такую кисть 5-сантиметровую и остатки желтого цвета забираем отсюда и смешиваем с зеленой красочкой, получая красивый желто-зеленый оттенок, яркий. Сюда же перемешиваем голубой. Вот такой получаем синий-зеленый оттенок. И далее берем тушь. При работе с цветами и красками нам всегда пригождается жидкая тушь китайская в небольших количествах. Посмотрите, после того, как мы набрали этот красивый синий-зеленый цвет, кончик опускаем в тушь и вот так вот растягиваем. Далее изображаем бутон, ствол, еще бутон, лист посмотрите пластику вот так вот не торопясь очень красиво красочка растягивается расходится так здесь бутон немножко вводим цвет используя краплак и фиолет одним или двумя движениями создаем бутончик далее еще один лист нам очень важно создать красивую композицию это основа основ китайской живописи и с этим мы всегда работаем на занятиях я объясняю как можно добиться интересней интересной живой композиции в работе но сейчас вот такая вот небольшая миниатюрка больше в принципе не надо ни листьев ни цветов если дальше двигаться то конечно же захочется и здесь цветок и несколько листьев добавить но сейчас я вам скажу для начала для отработки попробуйте это база здесь базовые линии все все что я показал различные методы и вращения и движения с давлением и сбросом давления все это надо изучить изначально а потом уже можно двигаться дальше ну что ж дорогие друзья на этом небольшой наш урок небольшой экскурс в технику китайской живописи сделан для новичков я думаю это будет очень-очень полезно смотрите пожалуйста на все ссылки которые даются под видео там увидите ссылка на наш почтовый ящик пишите кто заинтересовался китайской живописью под моим руководством пожалуйста пишите нам и следите за нашими анонсами занятий в нашей группе присоединяйтесь к онлайн занятиям мы будем очень рады в частности я буду очень рад делиться с вами секретами своего мастерства и передавать вам и желаю вам вдохновения и конечно же прекрасных картин присылайте попробуйте вот это изобразить и прислать результаты и я посмотрю с удовольствием оценю и скажу какие недочеты над чем вам надо будет еще поработать тем кому понравится этот видео урок пожалуйста я жду вас каждый понедельник в 19 часов по московскому времени мы будем с вами встречаться и рисовать кто не сможет участвовать пожалуйста у меня есть большое количество мастер классов уже в записи надеюсь что ирисы получатся у всех и вы конечно пришлете их мне для того чтобы я посмотрел как у вас получилось и пожалуйста все все необходимые ссылки которые вам нужны они будут под видео там будет и адрес почты на который можно прислать в принципе эти картинки также можно со мной по любым вопросам связаться вконтакте на фейсбуке где угодно жду ваших писем и надеюсь на обратную связь